МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Название грузинок пошло свой груды, курганы. То есть, видимо, раньше здесь был лес, местность такая лесистая, вообще на территории Бургского района. И было обилие курганов, которые со временем снивелировались и выросла деревня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревня Грузиновка, один из представителей рода, Татя Александрович Толстой, получил от Екатерины II заратную службу. И он был губернатором Могилева в период войны 1812 года. Он поселился здесь, в Грузиновке, и начал возведение парка каких-то определенных жилых построек. Дворец, который у меня за спиной, он более поздний. Это уже потомки построили. А так он начал здесь бурную деятельность. И вот благодаря ему Грузиновка стала такой изюминкой быховской истории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам дворец был построен в начале 20 века Александрой Григорьевной Толстой. Она была женой одного из последних представителей по мужской линии рода Толстых. Ну и сегодня дворец находится в запустении. Тем не менее, сохранилось много таких интересных изюминок архитектурных и скульптурных. Ну, предлагаю их посмотреть. После октябрьских событий дворец постигла судьба большинства подобных зданий. Ну, вот интересно, до сих пор сохранилось. Такой вот советский колорит. Здесь была сцена, потому что в советское уже время, уже в 80-е, 70-е годы, здесь был дом-интернат для детей. Например, мраморная лестница. Это аутентичный мрамор еще с тех времен. И вот эти две таких, два столпа, которые поддерживают вход вот такими интересными узорами тоже снабжены. Ну, конечно, немножко фактура ушла, но сами элементы остались. С этого балкона открывается хороший вид на парк. Сейчас он осенний и желтенький. Осенний быш. Ой, ну, у этого дуба очень богатая история. Вообще, в народе его называют дуб любви. Еще в детстве, мне, наверное, лет 10, было 11, мы прибегали сюда и прятали, где есть какое дупло, записочки с желаниями. Ну, знаете, что-то сбылось, что-то нет. Ну, а вообще сейчас сюда приходят влюбленные. Даже вот осенью несколько раз я видела здесь даже свадьбы. Ну, как бы поверье есть, люди в него верят, в это верю и я. Люди здесь дома. Они все добрые, простые. Ну, один одному всегда придут на помощь. Все имеют личное подсобное хозяйство. Есть и коровы у людей, есть и другая живность. Ну, стараются и птица, и как бы. Ну, смотрите, прощадки, видите, бегают. Картинка какая. Они похожи на собачек. Ну, держим двух коров, лошадь, поросят. Без этого в деревне нельзя. Почему нельзя? Ну, зарплаты у нас небольшие, так что подсобное хозяйство нужно держать. Я смотрю, вы такая демократичная хозяйка. Поросята по двору гуляют. Вы пускаете? Да, да. Ну, все же ходят на свободу, свежего воздуха. А что держать в темноте? Нету тогда не привесов. Ну, они же все-таки на солнце здоровые. Жуля. Гавкай, не гавкай, еду все в твою подмелье. Здравствуйте. 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 Ой, 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 ой. Ох, ох, ох. Не кот какой-то, а звезда. Как зовут вашего коня, хозяин? Иван. Иван? Да. Симпатичный. Хороший коник? Да. Спокойный. А когда вы балуете его, вы ему что даете? Конфетки. У меня есть конфетка. А можно давать ему ледяшку? Так, на руке. Никогда не снималась на камеру. Ну, так поздравляем вас с первым интервью, Аня. Спасибо. Расскажите, как вам живется в Грудиневке? Ну, лучше, чем в городе. Почему? Здесь свежий воздух, а в городе все загрязнено. Вы в каком классе? В 10-й. То есть вы уже думаете о своем будущем? Да. Как вы его видите? Представляю себя медицинским работником. В городе? Да. Ну, если пришлют, приеду в деревню. Расскажите, а в чем для вас смысл жизни? Для чего вы живете? Для себя. Ну, живу, воспитываю детей. Ну, человек же рождается для чего-то хорошего. Я думаю, так. Чему вы радуетесь каждый день? Ну, что живые, здоровые. А что лучше радоваться? Чтобы все нормально в семье было. Все хорошо, чтобы было. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Буся, буся, буся. Буся, буся, буся. Ее зовут Майка. Буся, буся, буся. Деревенская жизнь, поэтому так все время с хозяйством изначально. А вот, вот я и знаю, что ты хочешь брыкаться. Это я знаю. Я тебя только чуть-чуть почешу. Ну, молодые, да, молодые больше хотят свободного времени. А уже теперь с возрастом уже. Даже если отъедем куда-то на немножко, на какие-то праздники, то все равно нас тянет домой, мы люди земли, поэтому никак. Кажется, да, осень, устали все уже. Ай, в следующем году, может, поменьше. Нет, приходит весна, и уже немножко земля открывается, и мы уже смотрим. Ага, надо туда бежать. Ага, там надо что-то посадить. Там же растет, там же всходит. А у нас такой, а у нас такой. У меня соседи много, кто садит цветы. И уже приходят. Вот, а у меня такое вот растело. У вас такое есть? Я говорю, нет, у меня такое нет. Давайте меняться. Вот так мы и живем. Это наша сельская жизнь. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух. Привет. Привет. Ух. Ух. Привет, девушки. Здравствуйте. Чем занимаетесь здесь? Мы собираем листочки. Осенние? Да. Красивые букеты. Да. Покажите. Вот такой. Ну, мои родители очень хорошие. Моих родителей зовут Дима, как меня зовут. И мою маму зовут Света. И сестру мою зовут Катя. У вас дружная семья? Да. Что бы ты пожелал всем своим родным и другим жителям Грудиновки? Ну, я их очень, ну, я их очень уважаю. И своих родителей я очень люблю. Ну, я их очень, ну, я их очень люблю. Желаем счастья Грудиновке! Желаем счастья Грудиновке! Желаем счастья Грудиновке! ... ... Продолжение следует...